Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1087. Событие дня. Псалом 114.1. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое за 7 декабря 2018 года. И далее объявление о помощи. Прочитайте. Тут без обмана, тут ролики сняты, как хоронили, как тут что было. Вот сейчас на этой неделе приходила ко мне сестра одна, Надежда Дмуха. И говорит, у них Инапа, это старшая девочка, плитка, долго готовить, а плиты-то нет. Я говорю, в этом воскресенье, чтобы поехали и купили, отвезли им. А они живут не в Варнауле, а там дальше где-то, на станции какой-то. Это все сделать надо уже, чтобы они были, сами были, выбрали не самый дорогой, не самый дешевый, средний. Такой, как комбайн. Но она может 1020 стоит, больше там, не знаю. Вот, считайте просто. И вот теперь, вчера ролик я поставил, мне сказали, посмотрите, вот он, человек один, критикует Иоанна Златоуста. Биографию его читает, слова выговорить не может. Видно, что лицо не испорчено интеллектом, личного не набрался. А он сидел, говорит, и там за уголовные дела, и вот учит людей, и он как бы, кто тебя ставил там, судьей, прокурором? Он всех критикует. Биографию Иоанна Златоуста засчитывает, с православного, и ни одного места не находит, чтобы у него было по-христиански. А у него по-христиански сидит, бритый. Ну, вот я назвал ролик такой. Мне сказали, а дайте ролик, поэтому его синистский Александр может по скайпу зайти ко мне на беседу. Сообщите ему с 7-го, 12-го. Вот он как называется, этот видеоролик. Вот у Иоанна Златоуста свернословия, а мать его тоже. Так вот, по-русски записать только в Ютубе, вот это, даже внизу которого, или в нее ткнуть только и сразу. Ну и дальше, какие были тут переписки? Часть переписки вчерашней. А то же я по утрам сегодня уже, сегодня это уже восьмое у нас. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович, в вашем последнем письме я получил ответ на мой вопрос. Ответ, на который я долгое время не могла найти. Господь через вас ответил мне, слава Христу. В одном из ваших роликов услышала, что Виктор Савченко больше не будет вести занятия по скайпу. Сергей Пупков ведет занятия по средам, пятницам, воскресеньям. А есть ли другие дни или другое время, когда он ведет их в дополнение к вышеуказанным? Не могли бы вы подсказать мне, в каком из томов, открытым оком, я могу найти, как беседовать о Господе с разными категориями людей? Неверующие, сектанты и тому подобное. Вы говорили, что есть 24 или 25 таких категорий людей. И как отвечать на их вопросы? «Спаси Христос, Юлия». Кажется, она из США, не знаю. Я отвечаю о занятиях по изучению Святой Библии. Только в это время. Есть еще в воскресенье, в трапезной ведутся занятия после богослужения. Но потом мы все записанное выставляем на нашем видеоканале. Можете смотреть. Относительно же того, как и с кем беседовать, это в четвертом томе «Открытым оком». Вот здесь. И показывает народ, рут, бух и все. Галина Влеска пишет. «Мир вашему дому, дорогой наставник Игнатий Тихонович! Почему убрали ролик с НК Никиты Колесниковым? Автор сам попросил. У барьера? Знала, что уберете. Добрый вы наш обличитель. Крепко же засела заноза нетрезвости в голове немощного НК. Берем разных благовествуем каждому. Но своей свободой распоряжается сам человек. Сам свой. Все самость единая. Не перекрыл НК свой проект следования за Христом своими же добрыми делами. Иное перевесило. Не ищет творения добра. Упорен в этом, а жаль. Весьма легкомысленно, весьма молюсь и с Богом». Дело в том, что мы договорились, он у меня берет любой ролик, я у него. Ну и он там как в туалетном бачке. Карась там плавает, об этом говорит. Я все, которые отзывы были у него там, я их все и перенес. Но вчера он зашел и говорит, я прошу убрать этот ролик. Я думаю, а ты это сам убрал или не? Убрал. А то молодые могут соблазняться. Ну я его под замок да и все. Дмитрий пишет о Лисицком. Лисицком. Если еще с каким-то еретиками нам необходимо говорить и сеять в них веру, чтобы Господь их обратил, то в этом случае совершенно не хочется этого делать. И в данном случае. Человек совершенно не знаком с понятием церкви и ее православным учением. Удивительно, что Сергей Козлов это направил Игнатию Тихоновичу и попросил прокомментировать. Еще удивительно. У нас очень хороший, Сергей увидел там, что хороший, и тоже правильно, там он где стектантов обличает по делу. Вот и хороший он и сказал, так что Сергей тут не повинен. Ксения. И меня это не удивляет. Любовь к Богу и ближним, движение Духом Святым, отвержение себя и несение своего Креста, живущий Дух Христов в нем, объясняет многие поступки Игнатия Тихоновича. Наталья. Дух, который имеет Игнатий Тихонович, и дар слова может коснуться сердца еретика, вернее того, кто в теле живет. Надежда умирает последней. Дмитрий, соглашусь. Но бывают такие ситуации, когда уста не могут произносить проповедь, они просто закрыты. Когда мы проповедуем Слово Божие, мы тоже должны отдавать себе отчет в том, кому именно мы это делаем. Как мне показалось, Александр, это нечестивец из нечестивцев. И пытаться благовестовать такой публике может быть даже в осуждение. Виталий Калинников. Как вразумить того, кто покушается убить свое дитя? Прошу Игнатия Тихоновича подобрать стихотворение о молитве. Слово молитва встречается в Игнатии Тихоновича в стихах 144 раза. Какой же стих в итоге выбрать? Сергей Птушенко. А вот молитва – это с Богом разговор открытый, со смирением, с надеждой. Прорыв к Творцу всему наперекор. Так будет, если так случалось прежде. Вот первый куплет. И напротив каждого куплета места священного писания. Виталий. Сейчас посмотрю. Сергей Птушенко. Попробуйте несколько куплетов из разных стихов подобрать. Возможно, так ваш посыл будет звучать еще сильнее. Несколько куплетов из разных стихов. Виталий. Нашел. Заметно, на каждой строчке, а в стихотворении 9 куплетов по 4, 9 и 4, 36, 36 раз надо открыть Библию. Таких стихов не было от создания мира. Еще раз говорю, чтобы каждая строчка указывала местописание. Это ни у Байрона, ни у Пушкина, ни у кого. А сейчас, где начали появляться. Еще он покажет, а когда он не знает. 36 ссылок на Библию. Стихотворение такое. Молитва – это с Богом разговор, открытый, со смирением, с надеждой. Прорыв к Творцу всему наперекор. Так будет, есть, и так случалось прежде. Молитвы все, всего на трех ступенях. От ада до превыспренних небес. Всего на трех. Рыдание и пение. Смертельно раненых и под венцом невест. На первой широченной столько хлама. Лохмотье в нищеты, проказы мытарей. На ней священник, муэзин и лама. Все, кто рождается и взумал помереть. Просительные миллиарды дай. Бесчетное спаси и сохрани. Стремящихся попасть сегодня в рай. Воды кричат и с гневом бьют в гранит. Здесь все просители, голодные, калеки. Отверженные, пленные в судах. Кому отказано быть в звании человека. Кому родня безвыходность и страх. Прорваться, доползти ступенью выше. Сподобиться, кто сможет с ароматом. Здесь благодарность, что Господь услышал, переселил в боярские палаты. Благодарение, проповедь, рассказы о милости, о тех, кто помогал. И горе тем, кто не взошел ни разу ступенью выше, как на пьедестал. На третьей, херувимской, пренебесной. Одна хвала, всегда лишь аллилуйя. Себя проверив, скажем, прямо честно. Здесь чаще блудницы спасителя целуют. Здесь нет желаний что-то изменить. Просить, благодарить. Одно лишь пение. Для этого, страдая, стоит жить, подняться выше первых двух ступеней. 2 мая 2003 года. Игнатий Лапкин. Дмитрий Красиева. Виталий, думаю это. Теперь нужно его подкрепить цитатами из Писания. Сергей Птушенко. Посмотрите на форуме Игнатия Тихоновича. Там все темы. Он тщательно подготавливает ответ. Всегда есть местописание по теме. Виталий, услышал. Наталья, иконопочитание, идолы и иконы, ни одно и то же. Вот, посмотрите. Ролик к нашим занятиям, чтобы освежить память. Гуру. Это Рустик Гусейнов. Игнатий Тихонович, прошу ваших молитв. Хочу найти работу в Италии. Слава Господу Иисусу Христу. Аминь. Я отвечаю. Ты всегда в наших молитвах, дорогой Рустик. Дмитрий. Игнатий Тихонович, книги получил. Спаси Христос. Только помимо мною заказанных, пришли еще пять книг открытым оком. Нет. Никакой ошибки. Если нечаянно их прислали, то я расплачиваюсь. В общем, я очень рад, что имею теперь эти книги. Все же гораздо приятнее и ближе по духу, когда считаешь книгу, держа ее в руках, а не в электровиде. Благословил вас Господь. Отвечаю. Нет. Тут нет ошибки. Это вам подарок и даже не от меня. Жил один человек, немец Михаил Церт, но умер. А книги, которые он покупал у меня, его мать отдала. Помолитесь о нем. Это он с того света вам сделал царский подарок. Евгений. Здравствуйте. Я утром сегодня осмотрел и вас слушал. Страница 236. Мне приходилось работать со Стефаном. Мы корпус под двигатель корабля готовили. А место у нас было очень интересное. На главных воротах по обе стороны краном перекидывались. Мужик вот такой. Мой стол справа, а его слева две недели копошились. Мне приходилось находиться в корпусе из-под катушки по 3-4 часа. Она 3 метра высотой, метр на метр. Я тогда надышался парами, металлическими мелкими окалинами. А еще что удивительно, мы открывали ворота пилорамщику, который по 10 раз на час через ворота проезжал. Имя его Сильвик. Нужно будет помолиться за Сильвика. Нехороший он человек. И на моем пути. Господи, обрати Сильвика. Очень увлекательно. Оставлю немного на потом. Спасибо вам, Игнат Тихонович. Вы, как мой отец, только глубоко верующий. К сожалению, батька-то мой неверующий. В храм не ходит, не крестится, не молится. Очень образованный, назначительный шахтер-пенсионер. 40 лет под землей проработал. Хотел бы я, чтобы Бог мне даровал возможность жить в семье верующих. Да и всем хотел бы пожелать таких желаний. У меня только крестные верующие. Иногда мне страшно, что Бог может наказать моих близких, ибо грешен, да еще и не верует. Бывают моменты, когда я в деревне, боязно до дрожи. Ладно, буду я считать. На днях уже буду готовы документы. И после поста буду уезжать трудиться снова, снова вдаль. То есть тоже за границу. От Матфея 16.4. Род лукавый прелюбодейный знамений ищет. И знамений не дастся ему, кроме знамений он и пророка. И оставив их, отошел. Я специально выделяю эти места из Священного Писания. Может, перед отъездом смогу с вами еще связаться? Уже есть несколько вопросов. Нужно будет обмозговать и побеседовать. Ну, знает, можно, можно. А, Дмитрий говорит про этого, Синицкий. Коллекционер чужих сучков, Александр Синицкий. Это он и есть, Лена Фауэр? Да, он больной какой-то, проказник. Он и есть, Дмитрий. Ну и физиономия с блатными замашками. Он, случайно, не сидел в тюрьме? Да сидел построго в бандитизм или что-то. Он в реале живет, Ксения. Игнатий Тихонович без молитвы ничего не делает. Значит, так велит ему Господь. Зачем с таким разговаривать? Мне, так сказать, по-человечески тоже хочется защитить Игнатия Тихоновича от неприятных бесед и отвратительных людей. Но это все равно, что пытаться подарить Игнатию Тихоновичу новую рубашку. Наталья машет руками при разговоре, показывает пальцами. Это говорит о том, что он раздражительный, гневливый и скорно злое. Елена, затронуть таким образом этому типу златоуста. Ну, высший пилотаж. То есть, Иоанна Златоуста. Биографию его разбирает он. Дмитрий Метко. Елена Павловна. Интернетный проказник он. Наталья. Только прибавил список в молитве рядом с Невзором и Стерлиговым. Я говорю, а я за него начал молиться теперь. Молюсь. Елена. Точно. Дмитрий. Вот-вот и как мне кажется, по нему хуже всего пойдет молитва. Пока сухая молитва совсем. Елена Павловна. Жалко этого типа и все. Такими, как он кишит и нет. Просто Сергей скинул ролик Игнатий Тихоновича. А то и никто бы и не знал о нем. Наталья, это точно. Даже слушать не могу его полемику, режет слух. А у него не полемик. Он просто клевещет, ломится и все. Отзывы о служении Александра Синицкого. Житомир, Украина. О, компания. И Наталья. Вот они два. И кто бы говорил о другом. Два хулителя. И не слушают их. Их слушают такие же, как они. Чудики. Дмитрий. Да, это как я спросил однажды Игнатий Тихоновича. А Рафаил Берестов запрещен хоть? Ответ. Да кому он нужен? Так и здесь. Сейчас в интернете тьма. Тема тьмущая таких. Тьма, видимо, здесь. Есть еще и женщины. Причем видно, что беснующиеся. Наталья. Что это Синицкий выйдет на беседу с Игнатий Тихоновичем? Я сомневаюсь на 95%. Чтобы его сущность раскрыли на весь YouTube, он не пойдет. Ирина Фавр. Этот Берестов, Господи помилуй, не пойми кто. Смотрела много роликов с ним и о нем. Ну, никто. Наталья. Эта женщина похожа на сианистку. Елена. Я не сомневаюсь. Я уверен. Никакой беседы не будет. Все он. Самоубийца, что ли? Наталья. Любимый праздник ненавистников Христа, Ханаку и другие. Елена. О, это больная женщина. Ну, там диагноз. Дмитрий. Откуда это чудо нашел? Наталья. Их очень много. Таких женщин в YouTube. Ужас. Это сианисты. Ждут долгожданное пришествие своего мышиаха. Елена. Да, в Игнатии полно всякой всячины. Лучше их не смотреть. Дмитрий. Откуда это чудо нашел? Слава Иисусу Христу. YouTube рекомендованное видео кидает. Ого. Рекомендованное. Странно. Наталья. Православные пытаются пробудить народ к Святой Библии. А эти, наоборот, призывают и подготавливают к приходу Антихриста. У этих женщин сто процентов есть их раввины, которые манипулируют ими. Елена. У них есть клинические врачи, а не раввины. Какие православные, Наталья? Один православный пытается полвека пробудить и никак. Так, Наталья. А, и ты, и кто через него уверовал, все стараются. Дмитрий. Слушаюсь. По листам ее видео вывод напрашивается один. Женщина духовно больна. С крашенными ногтями, волосами. Голос прокуренный. Называет себя пророком. Ладно. Ну и в баню. Елена. О, вот в баню-то всех. Таких Кащенко пруд-пруди. То есть психиатрия. Наталья. Только сколько Евангелия распространили. Сколько лекций книги Игнатия Тихоновича, трехтомники. Интересно. Сколько человек имеет на руках Игнатия Тихоновича? Наверное, есть подсчет. И мне интересно, одна тонна или больше. Дмитрий. Конечно, больше. В десятки раз больше. Елена Фавр. Овцы бродят по Барнаулу, а пасторы строят церкви. Дмитрий. Только Новые Заветы, которые дают в дар на улицах в одной партии, которую заказывают братья, более ста килограмм. Наталья. Надо спросить у Игнатия Тихоновича. Он имеет расчет о трехтомнике красном. А что слышала? Переиздают, как бы не отрезали, чего из книг или комментариев. Елена. Люди свечки интересуют. Людей. А не Слово Божие. Я отвечаю. Ну, отвечаю. Так, чтобы можно было найти. Тираж изданных наших книг мизерный. По тысяче экземпляров. Переиздан только пять книг. Уже большим тиражом. И по три тысячи. К истинному православию. Ну, переизданный. Для Слова Божия нет. Туз. Два тысячи экземпляров. К истинного православия. Три тысячи. И трехтомник Нового Завета. Переиздан. Вот. Еще две тысячи экземпляров. Общий вес около 42 тонн. Все 38 книг в одном экземпляре. Весит 30 килограмм. И на полке занимает место один метр сорок сантиметров. Если все книги в ряд выстоят, то это будет около двух километров. Передают, что переиздают наши книги без разрешения. И просили некие книжные компании разрешения. Я им выслал бумагу с печатью нашей. Но сам я не видел ни разу переизданные где-то наши книги. А только говорили, кто их держал в руках. Андрей. Слежу за всеми вашими роликами. Удивляться не приходится, если он синицкий, к вам зайдет. Гляди, может и пересмотрят свои взгляды. Но навряд ли. А может, поучать начнет. Господи, помилуй. Это я малую часть взял того, что они сегодня разговаривали. Нежно ночью. Ну и что-то, как всегда, показать наши ресурсы. Вот. Мой мир любимый. Вот он как. Если я там с голодом, но там не надо ничего. Здесь надо. Там только дубль дается. Второе. Вот о форуме говорили. Форум. Три тысячи двадцать пятый день. Тысяча шестьсот тем. Вот так. Вот здесь вопросы, которые мне задают. Ответов. Три тысячи шестьсот девяносто пять. Просмотров. Двести тридцать семь тысяч девятьсот шестьдесят четыре. Ну, четверть миллиона просмотров одного ролика. Ну, это. То, что православный видеоканал. Вот он наш какой. Двадцать восемь тысяч. Сейчас посмотрю, чтобы поточнее сказать, сколько здесь. Двадцать восемь тысяч тридцать семь подписчиков. Двадцать восемь. Двадцать семь миллионов восемьсот одиннадцать тысяч девятьсот семь просмотров. Ну, вот так. Это шесть лет мы уже в этом Ютубе. Шесть лет. Благослови Господи тех, кто нам дает место, их администрацию, всех. Ну, и библейский православный сайт. Вот он у нас где-то. Получили книги. Мне пишут, нужно прислать. Обязательно нужно прислать фотографию. И вот прислали. Посмотрите, какие люди. Понятно. Трехтомник держит. Похожая жена. Евангелие. Ну, у меня тут все закрыто. Не достанешь. Я по отдельности каждый буду вскрывать. Вот так. Вот они раскрыли. Получили где далеко, где-то живут. Не знаю. Даже надо смотреть в адресном бюро у меня. Это Новый Завет открыли. Видно, что то, что понравилось, очень сильно. И сегодня вот это Дмитрий Лемеш. А там Новый Завет. Там выставил книги. Четвертый, то пятый, шестой, седьмой, восьмой. Тут не все даже у него. А тут Новый Завет и к истинному православию. Вот Дмитрий. Видишь, как рад. Ну, еще один поставил книги. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Пять книг к истинному православию. Это в открытым оком. Вот видите, как приятно. Но она, которая нападает. Ну, этой радости у них нет. Они им послать нечего. Они не знают. А я эту радость испытал. Подарил полный комплект. А вон один комплект. Тридцать восемь книг. Семьсот пятьдесят евро. Подарили больше, чем, больше, чем шестьсот библиотек мира. Проехали. Подарил. А как знать? Они знать про нас не знали. А так приехал, подарил. Выступил дальше. Вот так. И вот нам можно сказать на сегодня все. Богу слава.